Это оказался бывшей подруги моей бывшей. В каком возрасте это было? 14 лет. Все, ничего особенного. У человека траура я тут. Как вечер, как дела? Мне нужны ногти. А я хочу на реснички. Дай денег. Ну, не хочу обсуждать, все, давай, я выпью. Привет, меня зовут Саша, мне 18. Я дизайнер, художник, музыкант, пишу стихи и делаю ногти в центре города. Ожиданий никаких нет, я просто готова ко всему. Почему пришла на съемку? Потому что мне хотелось на это взглянуть со стороны внутренней, а не просто наблюдать на ютубе. Привет, я Никита, мне 19, я варю кофе. Меня пригласили на съемочку, мне написали, я решил прийти, это интересно. Тебя, я знаю, зовут Саша. А тебя? Меня зовут Никита. Сколько тебе лет? 18, а тебе? Мне 19, исполнилось позавчера. Чем занимаешься? Я дизайнер интерьера. Я Бористо. Отлично, я люблю кофе. Класс, где там что-то? Вот, да. Класс. Назови три свои лучшие и худшие черты характера. Я эгоистичен, нарцисс. Я часто опаздываю, я не пунктуален. А лучше? Я очень милый парень, не могу выделить какие-то конкретные. То есть ты не любишь себя нахваливать? Я люблю, когда меня нахваливают. Я бы сказала, что я тоже эгоистична. И да, я тоже опаздываю. Можно еще сказать, что я чересчур эмоциональна. А лучше я могу сказать... Эмоциональна в плане у тебя может случиться истерика, просто типа сничь? Ну нет, не совсем так. Ну в обе стороны работает? Или только в херовом? В обе стороны. Я могу сказать, что я добрая, сочувственная, наверное, красивая. Но это не характер, хорошо. Что бы ты никогда не рассказала о себе на первом свидании? Я не люблю разговоры о бывшем. На первом свидании для меня это табу. Ну, наверное, то, что когда-то я что-то пробовал из запрещенных веществ. Так, чего быть, можно так. Нет, я не горжусь этим. Я был юн, глуп и я попробовал. Это была слишком ранняя юность. Ну, отчасти. Попробуй понять, красивая ли я только с помощью прикосновений. Классный Маник должен быть. Это какой-нибудь гель-лак, наверное? Класс. Длину волос хочу. Да, не совсем длиннее. У тебя маленький нос. Маленький милый нос. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Классно. Я думаю, ты симпатичная. То есть мне нужно сделать ту же саму? Ну, получается, да. У тебя есть скулы. У тебя тоже нос небольшой. Ну, такой клюв. Нет, я тоже думаю, что ты симпатичный. Ну, хорошо. Татуировки нравятся, нестандартное мышление. Какие точно не нравятся? Смысливые не нравятся, которые слишком эмоциональные. Вообще, обычно служу по гороскопу. Ну, светловолосые. Я не люблю таких, знаешь, вот этих вот, на грудах больших таких. Ну, модельная фигура. Расскажи свою самую смешную или нелепую историю знакомства. Я сидела на баду и познакомилась с мальчиком, с которым у нас завязался диалог. Думаю, все прекрасно. Встретилась с ним, ему оказалось слишком мало лет. А еще это оказался бывшей подруги моей бывшей. Ну, ему было 17. У него в анкете стояло 21. И что? Ребята, которым 21, отличаются от ребят, которым 17 по уровню развития. Даже по разговору. Не всегда, далеко не всегда. Даже по разговору. Окей, ладно. Лет в 14 я поехал тусоваться в Харьков. И там к нам должна была приехать вот эта вот, собственно, девочка. И, в общем, она не доехала. Но мы с ней уже успели познакомиться, как бы, в телефоне. Спустя 4 года я переехал в Киев. И мы уже познакомились с ней здесь. И уже выяснили, как бы, что мы были знакомы давно. Меня это просто очень удивило в тот момент. Ты когда-нибудь был влюблен раньше, если да, то что пошло не так? Нет, не был. Ты не знаешь прелести всей жизни? Вообще не знаю. У меня не было ни отношений, постоянных каких-либо, ни какой-либо влюбленности. Я была влюблена. Я была влюблена в девушку. Моя любовь длилась очень долго. Я знаю, что она это посмотрит. Но все закончилось, потому что мы были на расстоянии. И это очень тяжело. Сложно что-то переживать, сложно что-то чувствовать, когда ты на расстоянии. Но мы остались в хороших отношениях. Вы готовы на другую вид? Конечно. Да. Раз, два, три. Класс. Я тебя не так представляю. Я тебя тоже. Как вы любите выписываться? Ну, я думал, у нее будут темные волосы и другой мейк. Я думала, у тебя глаза светлые. Какая моя физическая черта тебе понравилась больше всего? Татуировки. Ну, у меня тоже вот татуировки у тебя. Не знаю, как-то вот нос у тебя классный. Вот. Не знаю, как это показать. Так мы не выпили. Так, да. Сколько должен зарабатывать парень? Столько, чтобы обеспечить, в первую очередь, себя. Во-вторых, обеспечить какой-то семейный очаг или какой-либо очаг отношений. Смотри, обеспечение у каждого разное. Вот сумма какая должна быть сумма? Никогда не задавалась таким вопросом. Хорошо. Кому-то хватит? 20 тысяч гривен – это хорошо. На двоих? Ну, да. Все относительно. Тут зависит от того, какие у человека потребности и желания. Да, должна ли девушка работать? Если ей хочется, может работать. Как бы выбор каждого. Ну, если дело касается… Ну, если у меня хватает финансов, чтобы содержать мою даму в сердце, то не обязательно. А если какой-то общий бюджет? Ну, по сути, тогда да. В моем случае мне необходимо стремиться делать так, чтобы этот общий бюджет стал тот, который буду, и вкидывать в него я. Ну, если бы твоя девушка вообще не работала. Она просто бы сидела дома. Ну, типа, окей. Говорила бы, Никита, мне нужны ногти, мне нужны волосы, а я хочу на реснички. Дай денег. Окей, типа, камон, окей. Согласна? Ну, да, я думаю, да. Опиши свой первый секс. Это было у нее дома. Мой первый секс был с девушкой. С той, которая у тебя была влюбленность. Да, да. Так описывать секс с девушкой или секс с парнем? Можешь это… Ну, если учитывать, что первый секс был с девушкой, для меня это было в новинку. Я была в эйфории, в диком восторге, а потом меня хватил спортивный интерес, мне захотелось попробовать секс с парнем, и потом у меня был секс с парнем. Я, конечно, ожидала немного большего, но тут же дело было в парне, так что… Не, ну, конечно, я осталась под впечатлением, собственно, поэтому я сейчас на свидании. Ну, это типа было не очень там сверхинтересно. Мы с ребятами сидели, квасили, они говорят, типа, у тебя была дама? Говорю, нет. Говорят, ну ты лох. Я говорю, тю. Спорим, что до конца недели будет они? Спорим. Ну, это была обычная домашняя тусовка была. Я привел даму в гости. Мы выпили. Я говорю, пойдем в соседнюю комнату. Все. Так просто? Ну, типа, да. В каком возрасте это было? 14 лет. Ого, это ты ранняя пташка. Самое необычное место, где ты занимался сексом? Биотуалет. Серьезно? Да, ну, тусовки были когда-то. Я когда тусовался давно, еще там 15-16 лет, у меня там с девочкой какой-то познакомился, и вот. Ну, это была просто там огромная-огромная территория на киностудии Довженко. А-а-а, у меня там датуировки въехали. Не, ну, у меня был просто туалет от ресторана, поэтому у меня ничего необычного. Давай выпьем. Ну, давай выпьем. Ну, это вопросы как-то не пропускаем, так. Сколько у тебя было сексуальных партнеров? Я лучше выпью. Ты, типа, не считал? Нет. Хорошо, ну... Но пусть будет до сотни. Нихрена себе. До 10, где-то порядка 5. Расскажи историю, за которую тебе стыдно. Мне таких много, и в основном они все по пьяни. Зимой мы пошли с ребятами тусоваться в барчик, и где-то к 4 утра я очень сильно напился, прям безумно сильно. Я подошел знакомиться к девочке и говорю, пойдем выпьем. Мы выпили, подходит мой барик знакомый, говорит, друг, типа, там, ну, я не помню, он Сума называет. Говорю, окей, дама рассчитается. И я ушел курить, говорю, малышка, я жду тебя на улице, выходи, выходи, докурим. И, типа, орила, она рассчиталась, вышла, а потом я с утра понимаю, что я сделал, и говорю, блядь. Мне за это очень стыдно, это было крайне некрасиво. Я захотела пообщаться с человеком, когда он переживал потерю своего близкого. Меня отморозили, но я поняла, почему человек так отреагировал, но мне действительно было стыдно, потому что... Зачем я подошла? Зачем я завязала, ну, захотела завязать разговор? Это был твой знакомый какой-то? Да, знакомый. Ну, как бы, у человека траура, я тут, как вечер, как дела, ну... Насколько от одного до десяти ты оцениваешь свои навыки орального секса? Орального секса? Да. Я не делаю. А, погоди, стой. А, погоди, ого. Мне кажется, плохо. Ну, типа, там, четверочка какая-то будет. Это было крайне мало. Мало раз? Мало раз. Мало времени. Мало партнеров, с которыми у меня был оральный секс. Там даже можно сосчитать на пальцах три. Не любишь или не хочется? Да, как-то, ну, типа, я не знаю. Ну, как-то так. Ну, я могу сказать, что никто не жаловался. Я очень часто слышу в свой адрес, что, типа, мне такого никто не делал. У меня это в первый раз. Я думаю, тю, ничего особенного. Так, а, это, итогов, от одного до десяти? По себе, судя, я бы сказала на восемь. Оцени себя в постели от одного до десяти, а после позвони бывшей и пусть она сделает то же самое. Как звонить бывшей, если она в Польше? Я бы не сказала, что я бревно, я бы сказала, ну, опять же, что никто не жаловался, но где-то на, да, действительно на восьмерочку. Что делать, если бывшая не берет трубку? Пить. Давайте выпьем. Так, а ты пей сама, я, как бы, это, цифра шесть. Ну, от одного до десяти? Да. Я ленивый, мне, типа, влом вообще максимально. Ну, хорошо, а в среднем сколько длится твой половой акции? Пусть будет, там, от двадцати до тридцати минут, потом перекур и идем дальше. Следующий раунд. Ну, Варечка, солнце, слушай, у меня очень срочный вопрос и, пожалуйста, просто без воды. Как классно мы с тобой занимались сексом? От одного до десяти. Нет, мне нужна оценка по баллам. От одного до десяти. Шесть. Класс, люблю, целую. Давай. Просто чуть-чуть в чуть-чуть. Ну, вообще. Поцелуй меня в губы или выпей две рюмки. Какой сложный выбор. Да надо встать. Ну, надо, получается, встать. Приконялся, классно. Ну, давай. Класс. Выпей. Да. Наливай. Руку нельзя менять. Давай на счет три скажем, сколько в среднем наструбируем за неделю. Раз, два, три. Трижды. Пять. Ну, будет все равно стоять. Ну, да. Нет, ну, я просто слышала, что если очень часто дрочишь, то потом типа хуй стоять не будет. Ну, это ложь чистой воды. Но если бы ты, типа, вот вместо маструбации это время, вот пять раз в неделю занимался сексом, тебе было бы ок? Ну, у меня там плюс-минус. Не, ну ладно, раз, ну ладно. Ну, не будем, все, короче, все, не будем, поехали дальше просто. Теперь ты должен пить. Ну, не хочу обсуждать, все, давай, я выпью и... А я люблю обсуждать секс. Не хлебом, не корми. Если бы я занимался пять раз сексом, вместо того, что пять раз подрочил, ну, особо много бы не изменилось. Не, ну, итог все равно один. Ну, итог в любом случае один. Там и там, и там. Ну, особо, ну, мало бы что поменялось. Не, ну, само собой, если дама мне прям очень нравится, то это уже намного интереснее. Почему три? Что ты делаешь в остальное время? Ну, вот семь дней в неделю. Из них ты три раза мастурбируешь. Да, ты мне четыре дня что-то делаешь? Да, что еще четыре дня происходит? Ну, чаще всего просто я, я просто действительно очень много работаю. Я прихожу домой, ем, иду спать. Не, ну, по сути ситуация та же. Я работаю, прихожу с работы, пью пиво, и ложусь спать. Я пью последние дней пять. У меня день рождения был позавчера, я пью вот сегодня третий день. На счет три скажите, пошли бы вы на второе свидание? Раз, два, три. Да. А, окей, мы можем сегодня поехать после в бар. Поехали. Поехали. Класс, пойдем. Снято. Все, хватит. Ну, вот цепляй телефон, хорош сидеть, погнали. Держи.